Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хотел бы поблагодарить админизаторов за приглашение сюда на референцию в шоу. И я должен сказать, что, по-моему, приглашение это связано с тем, что фолистик в лаборатории, в нем созданной, заинтересовался так называемыми детекторами, которые используют фолистические свойства магнитов, магнитов, амплитов, амплитов, с фолистиками. Мы их называем «Топ-сов-генар». 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 «Пот-сов-генар» «Дочек мне просто заинтересовался, а нам бы хотелось это в жилье». «И поскольку мы немного этим занимались, я расскажу про это. то есть этому будет посвящен мой доклад, мы занимались этим, значит, вот коллектив авторов, значит, вот это была дипломная работа моего аспиранта Грегора Ольснера, и ему помогал человек, который недавно защитился в тренде, вот Симон Фантулил, да, и мы это делали в рамках так называемого РСФУ Кубитпроекта, сейчас я расскажу, откуда просто ноги растут, значит, это был европейский проект, который закончился примерно года три назад, значит, и с аудиторией, например, Алексей Скиднов участвовал в этом проекте, но наша задача у института, я известен по факту технологии, заключалась в том, что мы попробовали использовать такие баллистические детекторы для прочтения кубитых, состояния кубитых, в принципе, это еще так было спланировано, и как это было сделано, значит, вот теорией занимался университет КАФСРУ, это группа возглавляемая в то время Германом Шоном, это Саша Шнирман, Аркадий Зодоров, значит, Чалверситет Верситет Технологии, это вот Каверлина Кагага Анна Киньяров-Шевченко, она была координатором этого европейского проекта, и она занималась общим дизайном, технология в этом проекте использовалась технологией с финской командой ИТТ, вот здесь написано, то есть в то время в ЭПХТ у нас не было технологий на сверхнизкие температуры, потому что у нас использовались молюкденовые шунты для всяких скридов, а как известно, молюкден при низких температурстве и сверхпроводящихся, все перестает работать, поэтому в проекте в то время было спланировано, что в ИТТ будет делать эти чины. Ну и вот здесь вот написано, в принципе, то, у кого какое было задание, и я хочу сказать, что вот мы занимались в этом смысле только измерением. Мы не есть команда, которая отвечала за технологию, я повторюсь, мы занимались измерениями, и это вот тема дипломной работы моего студента, он завестил дипломную работу, но я сразу скажу, что мы не сумели довести до какой-нибудь публикации, я вам покажу просто проблему, поскольку вы хотите этим заниматься, но я тоже хочу этим заниматься, мне интересно, и мой студент, который сейчас аспирант, он тоже, значит, ему интересно было бы продолжить это вести хоть до какого-то ума, потому что, по крайней мере, измерительную установку мы сделали очень неплохую, я покажу, а проблему вы увидите сами. Значит, пока я чип этот не комментирую, но это вот один из чипов, просто фотография, который был сделан в Викидии вот с этой стороны, но я потом объяснил, что и там, и что чего значит. Значит, ну, во-первых, какие идеи мы знаем, что вообще про это известно в литературе, по крайней мере, что я знаю, значит. Первая работа появилась, это наши коллеги из Стонни-Бруккин-юниверситета, значит, вот Дима Аверин, всем известный, Василий Семенов, они вот написали такую теоретическую работу в 2006 году, но после этого вот группа Корсуя, поскольку мы получили РСФП проект, они начали считать реальные цифры, то есть не просто вот как идея с какими-то аналитическими решениями, а вот просто вот реальные цифры, какие времена и так далее. Эта вот работа была опубликована в 2007 году, но уже позже просто взяли и конкретный дизайн посчитали. Эта вот работа была опубликована во время проекта тоже, также группа, значит, Корсуя, я немножко поучаствовал, ну, и вот Анна Херкетт, которая в этой этой моменте мы сейчас вместе, да. Вот такие работы, такие три работы были, значит, и теперь, значит, в чем основная идея всего этого дела? Ну, тут, конечно, я должен использовать всякие термины, как длинные жезапсионские переходы, и если люди, которые не знают основной сверхпроводимости, вы меня извините, я не могу прощать это до беспредела, поэтому я должен сказать, что, значит, что происходит? Происходит следующий аналог длинного жезапсионского перехода. Если вы рождаете вихрь в этом длинном жезапсионском переходе и прикладываете топ через этот переход, то вихрь начинает двигаться, и он двигается достаточно быстро, и вот теперь аналог, такой диджитал-аналог, такой непрерывный длинный жезапсионский переход, это вот такая дискретная линия, где вот это вот так называемые диссискредики, но поскольку индуктивность уложить на ток, который, критический ток этих контактов, это произведение меньше одного флаксона, поэтому флакс, магнитный флакс, он занимает несколько таких лечений. И вы можете с помощью инжентирования, например, в эту линию какой-то флаксон, такой магнитный поле, который, в зависимости от приложения тока, будет длинность. И основная идея это следующее, что если этот флакс взаимодействует с какой-то внешней средой, ну, например, с каким-то магнитным полем, вот мы говорили в нашем проекте про кубиты, это совершенно неважно, кубит нами воспринимался просто как источник магнитного поля, как некий магнитный момент. Ну, поэтому, если классический магнитный момент, кванг, какой-то вы поставите, то скорость продвижения этого флакциона будет меняться, и поэтому идея была такая, давайте меряем, как меняется эта скорость измерятия, и мы будем характеризовать как кубиты. И в чем прелесть такого подхода, мы знаем с вами, что из квантовой механики всегда, то есть измерение квантовой механики является частью жизни. Вы не можете в классической механике разделить то, что вы меряете, и то, чем вы меряете. Они сильно связаны, и измерения фактически меняют динамику квантовой системы. Поэтому нужно выбирать, стратегия измерения квантовой механики очень важна, и можно показать, что такое тип измерения является неразрушающим. То есть мы можем получить, так сказать, сведения об объекте, минимизировать влияние измерительного прибора на этот объект. Поэтому, значит, это оказалось довольно интересным, чтобы вот на, так значит, этим позаниматься экспериментально. Ну и, значит, дальше как как нет. То есть вот понятно, что если это измерение занимает характерные времена наносекунды, поэтому если вы немножко изменили, как флаксон пробегает, то реально вы этим ничего не добились. Очень трудно это время реально поменять. Поэтому было предложено сделать следующее. Как аналог интерферметрических измерений в оптике, например, квантовой. Когда у вас есть две линии, вы одновременно инжетируете флаксон сюда и сюда, но одна линия связана, забудьте, что это кубит, это сейчас не важно, это просто магнитный момент, это просто какой-то объект, который вы хотите характеризовать. У вас флаксоны берут здесь и здесь. В связи с тем, что он здесь взаимодействует с магнитным моментом, он замедляется, и тогда вы должны с помощью токов подстраивать скорость этого флаксона, чтобы они одновременно пришли на детектор. И детектор сработает тогда и только тогда, когда два флаксона при этом времени. Но поскольку ваши кнопки в руках регулировали этой скорости, вы все можете отсюда восстановить. И вот это на самом деле была бы основная идея, которую мы должны были реализовать в проекте. Теперь, значит, следующий слайд, как мы мерим. Вот сейчас я вернусь 40 назад, секундочку. Вот что вот это такое? Как реализовать этот детектор? Казалось бы, здесь мы можем что-то такое напылить, и понятно, что в рамках какого-то разумного дизайна можно что-то сделать. Вот, спасибо. В рамках какого-то дизайна, так что штуку можно сделать. Ну что вот это такое? И, значит, было предложено, используя здесь так называемый DC-скрин. Это прибор, напряжение, который состоит из двух просто параллельных реализационных компактов. У нас он не шункированный, но это означает, что он находится либо в стверпроечивом состоянии, либо с конечным напряжением. И известно, что критический ток такого прибора зависит от магнитного поля. Поэтому идея была такая, чтобы сместить этот DC-скрин в такую точку, что когда только два флаксона, они изменят внешний напряжение с напряжением. Как только они приходят по одному, магнитного поля не хватает, он не прыгает. Поэтому он засечет тогда и только тогда вот это переключение, когда два флаксона придут напряжение. Это была основная идея. В принципе, это можно посчитать. Все вроде бы должно работать. Вот здесь я показываю, как это устроено. Вот это вот наш скрин, который смещен при каком-то топе, находится еще в сверхпроечивом состоянии. Вот его вольтамперная характеристика. Ну и как флаксон придет, он возьмет сюда и прыгнет. Вот и все. И тогда мы очень все прошел, как гуфи. Но теперь возникает экспериментальная проблема, что очень важно для, важно сказать студентам, аспирантам, что это все очень непросто, потому что любая фруктуация его вышибает. Его же вышибает не только магнитный флаг, с которым пришел магнитный поток, его же вышибают просто термогонические флактуации, или просто наводки. И поэтому нужно было при 10-ти милликельнов сделать очень чистую экспериментальную установку. И вот этим занимался мой студент. И я хочу сказать, что он действительно это сделал. Вот здесь написано 70%. Он мне показывал, он устанавливал 0,95% от критока в милликельнов. И вот не было переключений за счет флактуации. Но я потом это еще покажу, потому что мне кажется, это важно. И это может быть даже интересно для вашего коллектива, потому что у нас эта экспериментальная установка готова. В принципе, мы можем ее использовать сейчас. Я покажу все эти линии, фильтры. Этому ничего не демонтируем. Все это стоит у нас. Даже у меня два акции сейчас. Вот. Значит, ну вот это сначала те чипы, которые мы мерили. Для характеризации просто, мы мерили сначала просто одну линию. Это мы называли дубми скрипт, то есть это обычный одноконтактный интерферометр в классическом режиме. И мы инжектировали флакс и пытались мерить с помощью вот этого скрипта. Значит, и это первый тип экспериментов. Второй тип экспериментов, когда мы брали две линии. Вот они изображены. Эту схему я уже показывал. Вот две линии. Вот здесь они встречаются. Вот здесь находятся эти дубни кубиты. Или вот это просто символ джаншер-терферометра. Я скажу честно, что мы даже экспериментально настоящие кубиты не были туда. Мы просто делали некие аналоги кубитов, которые работали в классическом режиме, потому что мы должны были показать принцип работы этого прибора. И вот что я хочу здесь сказать. Вот смотрите. У нас очень много всяких DC-линий. Во-первых, мы должны подавать сигнал на наш скрипт, мы его называем «ласс-скрипт», но который ловит, который измеряет. Это ДТ. Потом у нас есть линии, которые меняют, мы их называем «капл скрипт», но это вот эти квазикубиты, которые в классическом режиме. Мы тоже на них меняем магнитный поток, поэтому мы прикладываем топки. Потом у нас есть инжекция флаксона. То есть это мы подаем импульс на небо и входную линию. Потом у нас есть два из всех этих DC-сквиников, которые находятся в Transmission Last. Поэтому у нас очень много входных линий. И вот сейчас, что я хочу сказать, что самое сложное, как выяснилось потом экспериментаре, немного забегая вперед, это кросток между линиями. Оказывается, что все, как только вы начинаете менять вот эти вот штуки, у вас начинают меняться характеристики сквиников. И это очень плохо. Сейчас я покажу сначала то, что хорошо. То, что вот это вот прям вот студент мне сделал, ну вот сейчас аспирант сделал мне картинку. Он сделал великолепные фильтры. Вот это RC-фильтры при комнате, в 4-х тервинах, потом в 10-милликервинах это LC-фильтр, потом Купа-Пауда-фильтр. Это такой фильтр, который состоит из такого соленобика маленького. И он окружен упакованными такими зернами меди, которые покрыты отыском. И за счет стим-эффекта все высокие частоты обрезаются. Эти фильтры мы специально тоже характеризовали, показывали, какие полосы, какие отсекали. Без проектов мы делали даже специальную работу. Поэтому вот эта вот установка, которая у нас сейчас есть. И все это хорошо работает сейчас. И вот у нас 12 десинклей. Вот здесь некие характеристики написано. Вот. Значит, вот я просто для иллюстрации показываю некоторые картинки. Вот это у нас весь фринж. Вот там вот один кейтод, вот это все фильтры, четыре кейтеля. То есть все это смонтировали. Вот сэрпл Холгар, который он сделал, держатель образца. Вот здесь вот образец. Вот всякие экраны. Мы используем комбинацию миометаллического экрана и светопроводящего экрана. Даже два миометаллических. Но внутри еще есть светопроводящий экран. То есть эти миометаллические экраны, они ослабляют поле, которое потом завораживается. Поэтому вот я хочу сказать, что установка, конечно, собранная хорошо. И вот я был очень доволен. И вот такой пример измерения. Вот смотрите. При различных температурах он может просто гистограмму своего скрида. И что мне понравилось, что у него нет насыщения. То есть это означает, что все-таки ширина гистограмма определяется не внешней наводкой, а температурой. Мы уменьшаем температуру, а ширина уменьшается. И мы просто при самой низкой температуре все равно насыщаем. Мы видим, что даже между этими двумя точками мы видим, что гистограмма отличается. То есть это означает, что внешние помехи не играют существенно большую роль, потому что мы просто изменяя температуру уменьшаем ширину переключения вот этого скрида. Вот. Ну а теперь то, что получается негативное. То, что фактически, ну как бы, я бы так сказал, свело на нет окончательный результат, который мог бы быть как-то, ну не знаю, распределен в нашем сообществе. Первое. Вот здесь вот мы видим свитчин карант. Вот она вот. Как мы меняем свитчин карант, он меняется, в зависимости от того, как мы смещаем наш скрит, который мы вот называем квазикубит. То есть мы видим, что как только мы смещаем наш измеряемый объект, мы меняем критический ток скрида. Это явно хрусток. Это просто влияние магнитного поля от одной линии на другой, что не должно быть. А оно вот есть экспериментально. Здесь тоже насчет других линий немножко есть, но вроде здесь не так уж много этого всего, но дальше хуже. Женя, это без флаксона в линии. А? Без флаксона в линии. Без флаксона в линии. Просто вообще флаксона нет. Просто мы смотрим. Дальше хуже. Значит, смотрите. Тут вот на этих осях всевозможные линии, которые я показывал в самом начале. У нас тут очень много этих линий. И идея такая. Это уже эксперимент с двумя с двумя трансмиссион лайн линиями. И когда мы хотим поймать тот режим, когда два флаксона одновременно приходят на измеряемый скрипт. Тогда просто априори. Вот что мы ожидаем? Мы ожидаем, что мы выберем такой сет параметров, что вот на этой плоскости, где у нас есть просто наши линии, наши параметры, схемы, мы должны видеть какую-то линию. А мы видим не линию, а вот начинается переключение, и после этого он все время переключается. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь. То есть мы видим, что схема работает неправильно. А что это значит? И мой студент, он сделал просто простую кросс-стоп моду, простую модель. Я деталей, кстати, не знаю, комментировать не могу. Но он нарисовал вот эти картинки и сказал, вот то, что у вас выше линии есть переключения, а ниже нет переключений, то это означает, что все поведение схемы определяется кросс-стоп. Значит, ответ такой, печальный, что вот такая схема, которую дизайнировали, сделали, померили, да? Причем мы вычистили шумы, это не внешний шум. Все определяется кросс-стопом, который присущ схеме. И это в каком-то смысле конец истории. Вот. И я сейчас выдаю такое вот заключение некое, значит, да? И вот, поскольку мы хотим что-то делать в этом направлении, вот здесь вот я написал, какие требования с нашей точки зрения должны быть. Значит, во-первых, весь дизайн должен быть очень аккуратно просчитан. Причем, я уверен, что когда Анна делала дизайн, она эти кросс-стоки даже не учитала. Она просто не считала. Она считала какие-то, ну, там, параметры и что-то такое делала. И это убило всю работу, на самом деле. Поэтому на это надо обратить очень важное, серьезное внимание. Когда мы занимаемся такими детекторами, которые за счет переключения потока, переключения тока, значит, вот так работают, надо исключить полное влияние элементов. Схема должна быть абсолютно развязана. И вот только когда мы вот это все сделаем, после этого есть смысл идти и фабриковать такой прибор. Потому что без этого это ерунда. Значит, я скажу такие слова. HyperX сейчас, HyperX многие из вас знают, да? Компания, которая делает джазусонские переходы. HyperX сейчас анонсировал, что они делают теперь минимум 4 необевых слоя. Что это значит? Вот сейчас я покажу это включение, но я еще один слайд приготовил, потому что это наша технология. Это вот технология, которая находится, есть в ОПХТ. Вот видите, здесь 3 необевых слоя. Один это GroundPlan, это должно быть где-то здесь написано, но поверьте мне, один это GroundPlan, и потом два слоя это необевый контакт. Что HyperX хочет сделать? Он хочет 4-й слой нанести сюда. То есть как это можно сделать? Это можно просто... Понятно, что когда у вас много слоев, у нас 9-слойная технология, всякие диэлектрики там и так далее. Можно потом запылить 10-м слоем толстым диэлектриком, а потом сделать полировку. Есть такая технология сейчас, она называется электромеханическая полировка. И после этого нанести еще один миниорговый слой. Тогда у вас просто 2 миниорговых слоя, которые внизу и которые вверху, они образуют просто великолепную тренировку. Поэтому у нас такой технологии нет. У нас есть вот такая технология. Поэтому для первых образцов я предлагаю использовать технологию, которая есть, но аккуратно подумать по кросс-токе. А потом, может быть, мы, если у нас получится, наши планы, если мы запланировали попытаться модифицировать эту технологию, и тогда, конечно, будет гораздо легче. Но тогда все индуктивности съедут. Там нужно все по новой считать, естественно. Но вроде люди это умеют делать. Ну, собственно, вот. Мои 20 минуты злого. Спасибо большое. Какие вопросы, пожалуйста? Увель, ну, это кросс-ток там возник из-за того, что использовался дамми. То есть, использовались провода, которые задавали локаром. Нет, там кросс-ток возник. Там это картинки, которые я показывал про треугольнички. Там уже не дамми. Там просто из-за того, что ты разный байс поддаешь на ADC линию, и она влияет на криток. Это уже между байс-линиями? Да, между байс-линиями. Там кросс-токи везде. То есть, мы не можем, мы... Ну, вот я скажу так. Когда мы мерили, то 50% вроде бы пропадало, что флаксон приходил, а 50% не поймешь от чего. Но, если мы выключали флаксон в линии, сквит не переключался. Это не шум. Любой кросс-ток можно написать в виде матрицы. Да. Если кросс-тока нет, то у тебя одна диагональ. Да. И дальше ты любую матрицу, ты ее диагонализируешь. И ты ее диагонализуешь. Можно. Мы надеемся. Ты получаешь набор параметров, коэффициентов, которые должен менять, чтобы изменить только одну линию. Сам кубит у тебя никогда не будет менять какие-то параметры, какую-то работу линии, потому что он очень маленький, его поток ничтожили. Поэтому его перемагничивание никак не должно влиять на что-то остальное. На самом деле, нужно надеемся сделать именно это, и ты посадишь кубит. Не-не, я хочу сказать, что кросс-ток есть между байосом, байосом и линией. Ну, ради бога, но ты дегонализуй все, вперед. Ну, когда столько много элементов. Мы диагонализовали, я тебе скажу, когда мы 4, например, кубита меряли, мы это просто в прямую сделали. Когда, вот представь себе, у тебя квадратик 4 кубита, у тебя подходит 4 линии к ней. Каждая линия делает во всех кубитах свой поток. И мы действительно сделали так, что, и это просто экспериментальный факт, мы это сделали. Но для этого, нам почему-то это не удалось. Ну, это было 3 года назад. К сожалению, я сейчас не могу профессионально ответить. Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, и мы это делали. Но, может быть, можно в новом дизайне это учесть, кстати. Это неплохая идея. То есть, умудриться взять, выбрать такие параметры, чтобы матрица взаимоиндукции была диагональна. И это математическая задача, это делается все. Я согласен. Пожалуйста, еще. Женя, нельзя ли заменить, скажем, на смесителе, верить просто на разность вас в двух приходящих? Наверное, можно. Наверное, можно, да. Не-не, наверное, можно. А вы туда намерите? Не-не-не, наверное, можно, да. И дальше. Да. Можно. Можно, почему? Ничему не противоречит. Ну, мы на самом деле, Валер, ну смотри, у нас был 3 года проект, и мы только в конце проекта получили первые чипы из VTT. То есть, это, в общем, было организовано, не в лучшем виде, согласитесь. В VTT очень медленно работал. Мы получили один ран работающий, и все. И вот эти результаты, которые просто пошли в отчеты, и никуда больше. То, что ты предлагаешь, это альтернативный подход, так сказать, не по времени, а по частоте. Это сделано у меня в лаборатории сейчас, на флаксонном приемнике просто. Приемник не нужен. Просто меряется излучение. Если приходят они в фазе, то мы делаем внешним смесителем. Ты предлагаешь сделать на чипе, это тоже возможно. Пожалуйста, если еще... Нет, спасибо большое.